Иногда причина ремонта стаёт семейной таймницей. А ремонт погадает что-то совсем другое. И только баночка правы Норфорте биле Лишка? Что-то там догадывается. Правы Норфорте. Человеки оценят, женщины запомнят. Соловьё выгнал из студии Симоньяны Гурулёва? Быстро, а ну-ка свалили. А корейцы – российскую делегацию из зала для переговоров? А зачем уже зашли сегодня? Нет, у нас тут правильный фильм. Путин чуть не разбился в автокатастрофе. А Северная Корея бросит свои войска в Украину? Какие планы Путина слили пропагандисты? Такие вещи не будут подниматься официально. Но то, что Северная Корея очень нужно отправлять свои подразделения на Украинский фронт для получения опыта боевых действий с реальной народной армией. Это факт. Это горячие новости, всё самое важное в одном дайджесте. Поставьте лайк этому выпуску. Мы создаем этот проект благодаря вашей поддержке. В России не осталось никаких союзников. Страна находится в тотальной изоляции. Приходится выкручиваться, налаживая связи уже с совершенно пришибленными диктаторами. Русские ещё три года назад смеялись над Северной Кореей, но рассказывали, что вот там диктатура. А у них Путин и всё хорошо, а теперь Бац и главный стратегический партнёр. Но ведь, знаете, народ хоть и глубины, но память у него не такая короткая, как у рыбки. Вот пропагандистам и приходится выкручиваться и рассказывать, как же так случилось, что одно из ведущих государств мира выпрашивает снаряды у Ким Чен Ына, чтобы хоть как-то продержаться. Это не от хорошей жизни? Мы вынуждены сейчас идти на сближение с КНР? Вынуждены. Нас толкают. Слушай, ну не от хорошей жизни идём. Это и про счёт. Поэтому, а кто ещё будет снаряды поставлять? Ираны, Северная Корея. Кто будет в военном смысле помогать? Те, кто не боятся санкций Запада. Китай же себя очень осторожно ведёт. Поэтому тут выхода нет. Выхода для вас уже нет очень давно и вряд ли он у вас появится. Но меньше с тем поныть вы ещё успеете. Тем более, что вот другой пропагандист со всей серьёзностью рассказывает о корейских войсках, которые могут воевать на стороне России. А что же такое произошло? Буряты закончились? Отдельный вопрос. Это северокорейские добровольцы. Отдельный вопрос. Эту тему многие российские военкоры и специалисты муссируют уже больше года. И здесь единого согласия нет. Здесь не поднималось. Здесь вообще-то не звучало. Здесь и про снаряды никто ничего не говорил. Такие вещи не будут подниматься официально. Но то, что Северная Корея очень нужно отправлять свои подразделения на украинский фронт для получения боевого опыта, боевых действий с реальной наставской армией, это факт. Ага, для боевого опыта, говоришь. А может, реальная причина в том, что ваша вторая армия мира пакетизировала уже полмиллиона своих солдат и пушечное мясо для штурмов? Вам уже просто неоткуда брать? Но оно неудивительно. Когда в каждую третью семью приходят похоронки, люди как-то не очень горят желанием подыхать за интересы Путина. Совсем другое дело северокорейцы. Эти будут убивать за миску риса, прямо как вагнеровцы. И что-то нам подсказывает. Вот так чисто предчувствие, что корейские так называемые добровольцы сделают все для того, чтобы сбежать из концлагеря на Россию. И вот тогда у вас начнется настоящее веселье. Зашквары недели от российских пропагандистов. Если вы пропустили что-то из их маразма, то мы вам покажем. Проверим, так сказать, общую температуру по палате в кремлевской дурке. На третьем месте у нас пропагандист Сидорчик. В кремлевской студии вдруг решили обсудить тему глобального потепления, чтобы отвлечь внимание народа от потерь на фронте. А Сидорчику на экологию НЭС, ой, как это сказать, покультурнее, наложить кучу. Вообще отношение наше к сельскому хозяйству в последнее время со стороны граждан Эколоков напоминает какой-то терроризм. Понимаете? Вот это желание перерезать всех коров, потому что они издают много газов, это, простите, это уже какое-то совершенно безумие. На второй позиции зашквар нашего любимца Соловьева в лучших традициях. Разевает пасть на то, об что сломает свои зубы. Мы не собираемся уничтожать Украину. Мы всего лишь говорим, никакого НАТО, нейтральный статус, реальная безопасность России и дальше по пунктам. Но Запорожье наше, Херсонщина наше, потому что народ проголосовал, поэтому быстро, ну-ка, свалили. Подавишься, Рудольфович, подавишься. Ну и первый сегодня Третьяков. Пенсионера точно зрение подкачало. Говорит, проехал по Волге, российские города просто расцвели. Как изменилось в лучшую сторону, российские города изменились. Это просто, это вот нужно просто фиксировать одно и то же место телекамерой, видеокамерой. Пять лет назад, десять лет назад, пятнадцать и двадцать лет назад. И ныне. Это невозможно не видеть. Видим, видим. Баннеры для выборов Путина за последние двадцать лет действительно стали ярче, как плесень между дощечками деревянных бараков. Прогресс! Российские спортсмены никому не интересны на Олимпиаде, поэтому Путин решил заменить их играми Брикс. Это союз из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. И вот одного из комментаторов от этого всего сильно поплавило. Раньше же он комментировал Олимпиады, а теперь приходится только делать вид, что комментирует что-то важное. Смотрите, какой жених настоящий. Двадцать лет сегодня. Девчонки, берите на заметку. Ну, только чтоб хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов. Да-да, мы знаем, о чем вы подумали. Именно эта страна декларирует, что они борются с нацизмом. Российскую делегацию во время встречи диктаторов в Северной Корее поставили на место. Они уже зашли в зал переговоров и начали раскладывать свои манатки, но они посмели зайти туда раньше хозяина. А так новым рабам северокорейского диктатора вести себя нельзя, их выгнали. А зачем мы уже зашли сюда? Нет, у нас тут не было. А что вам еще рассказывать? Чернь должна знать свое место сама. Друзья, мы продолжаем мегасбор для гвардии наступу Помста. Мы верим, что вместе с вами сможем собрать 700 тысяч гривен на дроны для наших героев. Спасибо за ваши донаты и поддержку. Слава Украине! Героям слава! У россиян спросили, возможно ли в сверхдержаве с населением более 140 миллионов душ и крупнейшими в мире залежами полезных ископаемых прожить на пенсию? Ответ мы думаем вы и сами знаете, но забавно наблюдать как ноют глубины. Пенсионер может прожить только на одну пенсию? Нет. Нет. Смотря какая пенсия у кого. А так нет. Да нет, конечно. Нет, конечно. Маленькая пенсия. В принципе, это сейчас и зарплата у нас такие тоже минимальные. То, что откладывать, где-то что-то вкладывать нереально. Это бесполезно. Мне кажется, реже менять надо, а не подрабатывать. А мужик это дело говорит, послушали бы лучше его, если бы ваша страна не тратила деньги на ненужную для вас войну и не втянула вас в настоящую санкционную яму, то были бы у вас и пенсии нормальные. На России в это время произошла настоящая эпопея по мотивам подвигов Геракла, выбравшегося из царства Аида. Только, ну знаете, с поправкой на то, что это болото и героев там нет. Только дураки и дороги. В Нижегородской области строители засыпали кучами земли единственную дорогу с кладбища через лес. И семерым женщинам, которые там посещали могилы, пришлось лопатами разгребать себе путь. Нам пришлось за лопатами по кладбищу ходить искать лопаты. На могилах. На могилах, на чужих. И мы лопатами откапывали эти кучи, чтобы нам хотя бы чуть-чуть проехать. Потому что это одна единственная дорога. Весело у них там, короче. То гробы по рекам плавают, то вот забаррикадируют на кладбищах. Похоже, судьба на что-то намекает. Путин разбился в автокатастрофе. Эх, а представьте, как было бы классно, если бы так и произошло. Но, увы, нет, Путин еще жив. Ну, по крайней мере, один из его двойников, который покатал Ким Чен Ина на Аурусе в Пхеньяне. Ну и где же эти пьяные водители, когда они так нужны? Сразу бы было минус две величайшие проблемы человечества. На сегодня у нас все. Спасибо, что смотрите Горячие Новости. Поставьте лайк, это очень важно для нас. И поддерживайте ВСУ. Война продолжается.